Уже с самого утра во дворе Кафедрального собора особенно многолюдно. Берестейцы и гости нашего города спешат в храм, чтобы поставить свечи, помолиться и тем самым получить духовное благословение на совершение памятного крестного хода. Молодежь, люди постарше, военные. Сегодня все они здесь, чтобы вместе вспомнить заступника и покровителя Брестского края, святого преподобномученика Афанасия. Первый раз, да, поэтому для меня это очень важно, очень большое событие, чтобы прикоснуться, чтобы благословение получить, чтобы вообще понять все до конца, суть всего. Я не первый раз на крестном ходу. Мне кажется, после того, как пройдешь этот этап, казалось бы, там небольшой, в душе люди испытывают какую-то радость духовную. Я, слава Богу, не первый раз уже иду. Это пройти этим крестным ходом, это вообще такое дело большое и для себя, и для твоей семьи, и для всего города, для всех наших людей, жителей города Бреста, потому что преподобномученик Афанасий Гуменбрест, это покровитель нашего города, он очень пострадал за веру нашу православную, и мы должны очень эту веру хранить, беречь, своим детям, внукам это все передать. Это очень большое дело для города нашего. Вместе с восходом солнца люди отправились в путь. Маршрут предстоял неблизкий, однако благодаря искренней молитве каждый метр преодолевался легче. Она душе становилась теплее, несмотря на прохладную сентябрьскую погоду. Каждый год, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, в Брест приезжают тысячи православных. Не стал исключением и этот раз. Крестный ход растянулся на несколько сотен метров. Многие из тех, кто в этом году приобщился к благодатному делу, никогда не видели друг друга, однако сегодня они одно целое. Спустя чуть более часа в Свято-Афанасьевском мужском монастыре состоялась божественная литургия. На праздник духовности в город над Бугом приехал митрополит Минский Ислуцкий, патриарший экзархсия Беларуси Павел. Вместе с православными настоятель Белорусской Православной Церкви в этот день молился за мир и спокойствие на нашей земле. Хорошая солнечная погода и благодать, окружавшая тех, кто раннее утро решил посвятить искренней молитве, сопровождали действия. День обещал быть праздничным, наполненным только духовными помыслами и добрыми делами.